Саратов можно сделать образцом благоустройства и крупным туристическим центром России. Слушания на эту тему прошли на днях в социально-экономическом институте. Каким видит облик Саратова его жители, а каким москвичи? Совпадают ли они в этих ожиданиях, разбиралась наша съемочная группа. Все, кто собрался в зале социально-экономического института, из Саратова уезжать не собираются. Общественники, студенты и чиновники обсуждают развитие городского пространства Саратова. Авторы, ученые московского института «Стрелка», курируют концепцию депутат Государственной Думы Ольга Баталина. Вот в чем еще особенность этого проекта в том, что он абсолютно аутентичен, то есть он абсолютно привязан к Саратову. Вот невозможно взять хоть одну из его деталей, перенести, например, в любой другой город и сказать, что он там будет так же привычен и понятен, как, например, на Саратовской земле. Потому что старались исходить из не просто хороших идей, а хороших идей, которые корнями уходят в саратовскую культуру, в саратовскую литературу, в саратовскую историю, с тем, чтобы это было наше. Главная идея москвичей построить в Саратове невиданный ранее – парк семейного отдыха. Место более 30 гектаров в бывших полях Нии Юго-Востока. Предлагается обыграть сказочную страну – швамбранью, которую придумал наш земляк, писатель Лев Касиль. В парке будут бассейн, скалодром, контактный зоопарк. Основанный на классике отечественной литературы парк привлечет более миллиона школьников со всей России и более 6 миллиардов рублей в год, считают разработчики идеи. И сокрушаются. Деньги проплывают мимо Саратова. Чтобы завлечь туристов, нужно и формат Саратовской набережной менять. Предлагается реанимировать нормально, вернуть к старому, даже поднять на более новый уровень. Это здание речного вокзала, которое будет выполнять свою прямую функцию и позволит, в конце концов, причаливаться к берегу Саратова большому количеству круизных судов. Концепция благоустройства предлагает модернизировать промышленный комплекс на новой набережной Саратова, открыть масштабный прокат яхт и катеров. Но все это имеет смысл только если серьезно заняться историческим центром. Свести в одно туристическое пространство 600 гектаров, проспект Кирова, набережную, липкий и горпарк. Продумать пешеходные маршруты, развязки, зоны отдыха, реконструкцию исторических зданий на проспекте Кирова. Саратову предлагают всего лишь концепцию, выбор направления. Начинать само благоустройство можно после детального проекта, считают у власти города. Самый главный проект, когда будет проект, мы уже будем видеть, он пройдет обсуждение. Эта площадка сегодня как раз на это рассчитана, чтобы вы посмотрели, задали вопросы, которые вас интересуют. А мы дальше, власть уже начнем дальше двигаться, это будут наши уже проблемы. Говорится, наша головная боль при вашей поддержке, и мы психоньку-психоньку будем делать. На многие проекты, вы вспомните, мы не верили же. Ничего, прорвались, сделали, аэропорт сейчас делаем. В 2018 году самолеты большие уже будут летать, сделаем. Куда мы денемся? Участники слушаний засыпали городских чиновников вопросами. Просили не трогать театральную площадь и памятник Ленину. Предусмотреть условия для инвалидов, не забыть велодорожки в новом парке и оборудовать, наконец, пляж на набережной. Последний пункт близок к воплощению. Чиновники Саратовской мэрии пообещали – пляж появится. В исторической части набережной, на участке от ротонда до экрана. Этот проект сейчас на стадии согласования и разрешительных процедур.